Всем привет, с вами Диктофон и сегодня мы поиграем в игру под названием Блунс ТД6 и в этом видео мы будем смотреть как я проходил нашего элитного босса Блунариуса, а перед тем как я уже начну все рассказывать, начнется само прям представление, я бы хотел вас попросить подписаться на мой канал если вы еще не подписаны, мне будет очень приятно, это будет продвигать наша Блунс ТД6 комьюнити. на русскоязычном ютубе и в принципе это будет помогать для развития моего канала, поэтому все, давайте-ка приступать, смотреть что да как и надеяться, что все у нас тут будет хорошо, а как бы я немного знаю наперед, поэтому ладно, давайте-ка определимся как мы будем называть наши банановые фермы в этом видео. в рандомайзере мне выпало число 18, а 18 комментарием это у нас была ферма шашлыка, на самом деле блин, в последнее время так хочется пить шашлыка, поэтому такая же за, в этом плане прям хочется, прям ну вот вообще и типа блин, то что мы сегодня в этом видео будем выращивать шашлыки, прям нормально, почему бы и нет, а так давно у меня такого не было, это видео у нас записано наперед, то есть вот вы видите прохождение, а озвучиваю я уже позже, обычно я как прохожу и озвучиваю, а здесь немного по другому сделал, не знаю почему кстати, потому что я бы мог в принципе сразу же озвучить, ну что-то, не знаю, что-то мне перекоротило в голове, пока проходил параллельно смотрел всякие видео на ютюбе, слушал их, поэтому вот так вот, также хочу повторить, что у меня завтра день рождения, поэтому я хочу завтра провести прямую трансляцию, буду очень рад и счастлив, если вы туда придете, хотя бы просто пообщаемся с вами, все-таки давно не было прямых трансляций, а тут тем более вроде бы повод есть, и также, на самом деле, что меня очень сильно удивило, это то, что я читал комментарии и у многих из вас тоже завтра день рождения, а у некоторых даже сегодня день рождения, поэтому всех сегодняшних именинников я хочу поздравить с днем рождения, как минимум у моей бабушки сегодня день рождения, у нее вообще в этом плане с датами прикол такой происходит, потому что когда она родилась, она родилась почти в полночь, получается, ее решили записать на 8 октября, то есть, как у меня, но при этом, знаете, вот когда ей уже там было под 40, и прабабушка моя такая говорит, а ты вообще с седьмого родилась, ты знала это? Моя бабушка вообще в шоке была, что? Как это? Как это? Я 40 лет жила и не знала, что я, оказывается, родилась там на день раньше, но благо она хотя бы узнала, и теперь мы у нее день рождения празднуем 2 дня в году, потому что как бы официально у нее 8 октября, но при этом родилась она все-таки седьмого, поэтому вот такие вот дела там происходили при Советском Союзе, хотя мне кажется и сейчас, наверное, подобные ситуации тоже бывают, потому что не всегда ты можешь проконтролировать, что ли, или как у них там смотрят на время, как получится, так получится, поэтому, вот да, ферма шашлыка нам уже тут приносит деньги, получается, посмотрите, сам рынок первый я поставил аж на 15 раунде, и все это благодаря тому, что у нас тут цены как на легком уровне сложности, давно у нас такого не было, на самом деле, и это прям так хорошо, я бы сказал, как обычно, я в начале игры использовал один ящик, на самом деле, ну вот правда, с ним играть комфортнее, ну вот вообще, то есть, конечно, конечно, можно будет попробовать когда-нибудь проходить без ящиков, потому что некоторые ребята проходят рейтинговых боссов, но там уже немного все-таки другая атмосфера, там немного другая специфика получается, я как понимаю, я ни разу не проходил рейтингового босса, на самом деле, и по-моему, там нельзя использовать способности и мгновенных обезьян, ну вообще никак, ну как бы с одной стороны это нормально, ну а с другой стороны, как бы, ну ради чего, ради рейтинга, а вот, ну, на первых местах и так всем ясно, что в основном там читеры, потому что в нашей игре, несмотря ни на что, все-таки присутствуют моды, читы, и это нормально, когда они просто так для, ну, для игры в соло, в локальном режиме, но когда ты уже выходишь на онлайн, то это уже, конечно, грустно, когда ты пытаешься своими силами добиться, а на первых местах люди, которые убивают 5 классов общей сложности в секунд 5, как, это невозможно, это надо чем-то шотать буквально за секунду, и, ну, это шок, это реально шок, кстати, надо будет вот реально посмотреть, зайти, что там, как вот проходит вот этих вот рейтинговых боссов, ну, какая сейчас там, по крайней мере, цифра в секундах, или число, я не знаю, вот сейчас, кстати, пока что мы тут проходим босса, можно открыть, я тут постепенно попробую проверить, что да как, на данный момент, посмотрите, у нас 29-й раунд, и мы уже ставим 9-й, наш такой рынок шашлычный, шашлычницу нашу, хоть бы, блин, ни один шашлык бы они оставили, тоже, в качестве именинника, да и вроде бы это моя сеть шашлыков, так что почему бы и нет, так, смотрите, я открываю элитный, лидеры, так, что, тут 30 секунд идёт, или что, я чего-то не понимаю, так, первый один игрок, 30 секунд, да я не понимаю, там 30 секунд или минут, или это минут 30 минут, ну, 30 минут это тоже не так много на самом деле, или секунд, не, это секун, это минуты, это минуты, всё, до меня дошло, и всего 60 прокачек, охота узнать, блин, можно было бы посмотреть реплеи, как они проходят, это реально интересно, просто, просто, даже не в качестве того, чтобы у них украсть какую-то тактику, а просто посмотреть, как он добился всего этого, потому что 60 прокачек, это на самом деле очень маленькое количество, вот, вы вот сейчас вот посмотрите на мои рынки, их уже на данный момент 16 штук, ой, 15, 15 штук, это очень много, на самом деле, это очень круто, потому что ещё даже 40 раунд не наступил, обычно у нас к 40 примерно на элитном боссе, с использованием ящиков, примерно 12 рынков, а тут уже 16-17 рынок шажлыка пошёл, вот это я понимаю, 17 рынков, это прям, на самом деле, невероятное число, очень большое, и минимум у нас у каждого есть по 5 прокачек, при этом, если поставить их, это тоже считается, как ещё одна прокачка, то есть на создание каждого из этих рынков, рынка, рынков, у нас уходит 6 прокачек, то есть 6 умножаем на 17, это уже получается, сколько у нас, 102, это очень много, 102, это 102 прокачки, человек элитного босса проходит в общей сложности за 60 прокачек, а мы за 40 раундов потратили уже 102, и это только на рынке, а мы их будем ставить ещё дальше, мы их будем дальше ещё прокачивать, откуда, чем, чем он так проходил, ну теперь, слушайте, теперь я реально понимаю, ну вот так вот в голове немного, а с создания приходит, что-то как будто, ну правда могут быть щиты какие-то, тут вы сейчас можете посмотреть, как я буду проходить первый класс, и такая немного тактика уже отработанная, потому что я этот первый класс проходил, наверное, раз 10, я сначала проходил без ящиков, но старался, прям, знаете, прям реально вот старался без ящиков попробовать заснять, но я старался делать настолько экономно, чтобы максимально не продавать какие-то наши шашлычные рынки, что из-за этого я сливался, из-за жадности, из-за жадности я вот сливался, получается, не потому что там вот у меня всё плохо было, нет, а потому что в той ситуации, когда надо было продавать рынок, чтобы прокачать какую-то из башен, я этого не делал, и это играло со мной такую злую шутку, можно так сказать, поэтому вот так вот, 60 прокачек, я до сих пор в шоке, офигеть, так и по времени там 30 минут получат, 30 минут, у меня босс занял 44 минуты, но это я понимаю, это, знаете, это он на ходу, если бы я бы сразу же всех, например, парагонов выставлял, ну, в будущем мы посмотрим, конечно, как это вот будет всё происходить, это бы помогло бы тоже сэкономить пару минут, но это такая должна быть отработанная тактика, это, ну, что-то очень страшно, это, ну, потом, пожалуйста, кстати, поделитесь своим мнением в комментариях насчёт вот этих вот рейтинговых боссов, как вы считаете, на первых местах читеры или же всё-таки супер игроки, потому что, ну, 60 прокачек, ребята, это что такое, я не понимаю, ему же на что-то деньги надо ещё зарабатывать, чтобы потом что-то ставить, чтобы ещё за 30 минут победить босса, все 5 классов, я не понимаю, всё, я, знаете, я что-то, я открыл этот рейтинг, и теперь я, видимо, все эти минуты буду сидеть обсуждать. Так, мы прошли первый класс, не вылезла награда, потому что, вот я говорю, предыдущий дубль, который я снимал, я уже проходил первый класс, но с момента с первого класса по второй класс я там сливался из-за жадности, поэтому вот так вот проходим с ящиком и ни о чём не жалеем, на самом деле, реально, меньше нервов, и всё замечательно, поэтому смотрим, вроде бы на данный момент у нас всё хорошо. А я, короче, сегодня, ну, в честь того, что у меня завтра день рождения, сходил в пиццерию и купил себе целых 3 пиццы, я не знаю, зачем себе столько сделал, ну, столько купил, не большие, а средние, но это тоже дофига, то есть у них диаметр 30 сантиметров, это на самом деле много, и, ну, они вкусные, но при этом, вот знаете, сначала я такой, ууу, всё сожру, всё сожру, как классно, ещё там газировки купил, ну, я не часто ем пиццы, я реально раз в полгода их ем, если не реже. И то зачастую, ну, мы их сами готовили дома, мы их не покупали, а тут вот я такой куплю, пока что всё равно один дома нахожусь, потому что все мои родственники уехали в деревню отмечать рождение моей бабушки. А я работал, я не мог, поэтому вот так вот. И чё, и вот я и говорю, я их купил, эти пиццы, получается, немного поел пару кусков, и всё, и они лежат. И знаете, и они лежат не потому, что я наелся, в принципе, если я прям так захочу, я могу запихать всё себе в рот, я про пиццы, и... А теперь у меня какая-то грусть, что ли, что, казалось бы, у меня в преддверии дня рождения, а я сижу в крысу себе купил пиццы, и в одиночестве их буду пожирать. И как-то мне от этого так грустно стало. Прям, ну, реально, какой-то такой-то дисмораль словил, и сижу, и типа такой, блин... А я, в принципе, давно как-то дней рождения не отмечаю, ну, из-за семейных вот положений, получается, что толком-то и не на что вот было вот это вот всё праздновать. И теперь у меня появились деньги, но появились проблемы моральные. Поэтому я тоже не могу со спокойной душой праздновать свои дни рождения. Поэтому последний раз, наверное, когда я праздновал свой день рождения, это было лет 12. Но именно вот как вот, вы, пожалуйста, сообщите в комментариях, как вы отмечаете ли свои дни рождения? То есть в кругу друзей, в кругу семьи, как-то вы там собираетесь или же нет? Потому что, например, я говорю вот, что с лет 12 уже всё. Я с друзьями никогда не праздновал. То есть, ну, будучи старше, может, даже вот. То есть, так вот уже сижу. Ну, мама, может, что-нибудь торт купит. Кто-то из родственников придёт чуть-чуть. Так, посидим, и всё. И типа для меня как-то... И не знаю. Может быть, мне и хотелось бы большего. И каждый год я говорю о том, что вот. Следующий день рождения я отмечу как следует. Прям вообще по полной. При этом наступает следующий год. И я понимаю, что как бы я не готов. Как будто бы до сих пор не готов. Вот реально. Я прям вспомнил вот те моменты, когда мне было 19 лет. Я говорил, вот будет мне 20, я отмечу по полной. А ну, по итогу я 20-летие отмечал с вами. Ну, если вы ещё были год назад на меня подписаны, я там проводил прямую трансляцию. Год назад. Получается, мне завтра будет 21. А я тоже как-то не сильно планирую отмечать. Я тоже как бы планирую трансляцию провести. Ну, трансляцию, наверное, ближе к вечеру она будет происходить. Поэтому посмотрим. Вообще, всё. Убираем немного дизмораль. Она, ну, реально. Это грустно. Как-то так резко вылезло. Что вот я даже не знаю. Не знаю, что да как. Ну, всё будет хорошо. Ну, да. Ну, вот это вот беседа, блин. Когда ты вот сидишь, ты себя настраиваешь на хорошее, на хорошее. И потом какая-то фигня вылезает. И всё. И всё. Поэтому я вот сейчас вот, короче, думаю, что... А у меня вот какая вот была мысль. Мама завтра приедет, и она сказала, ну, типа, на моё день рождения там закажем, может, там, пиццу, роллы, чтобы хотя бы так поели. Ну, если даже отмечать не будем. Говорю, хорошо. И я подумал, что вот, пока никого нет, я сам куплюсь, сам нажерусь пиццы и ещё завтра поем. Короче, я не знаю, почему. Почему у меня вот это вот в голове было, как будто бы я сам бы себе купить не мог. Хотя я зарабатываю больше, чем своя мама. Чем моя мама. Вот. Вот так, точнее. И вот, и вот, и как бы я и не знаю. А теперь я купил пиццу и сижу и такой, нет, я не жадина. Поэтому я вот, наверное, поем, потом всё в одну коробку оставшиеся куски упакую, и завтра с мамой поем. Потому что, блин, ну, типа, никогда не жадничайте, господи. От этого хуже не будет. А потом, ну, по крайней мере, если у вас совесть есть. У меня, к счастью, совесть есть. Пожалуйста, имейте совесть. Это очень важно на самом деле. То есть иногда очень наглые люди, от которых ты прям удивляешься в жизни. А тем временем мы уже подошли к нашему второму классу. Смотрите, мы будем ставить наше воплощение ярости, Мэда и элитного защитника. И я думаю, что у нас всё будет с вами хорошо. Тем временем шашлыки нам приносят невероятный заработок. Ну, что очень даже меня радует на самом деле, поэтому, да. А также, если, ну, вот, можно говорить про вчерашнее видео, которое вот вышло, меня очень сильно удивило в том, что реально довольно-таки много людей и зрителей тоже увлекаются Mortal Kombat'ом. Тоже как-то там вот смотрели или играли когда-то. А больше всего меня вчера удивило тот факт, что там человек пишет комментарии, что... Ну, он в шоке, что в этот момент он смотрит моё видео и в телефоне он играл в Mortal Kombat Mobile. А там ему в комментариях ещё человек отвечает, блин, то же самое. А я такой, чего? Офигеть. Мы что, все с одного завода? Ну, да, я на заводе, по крайней мере, уж точно работаю. Надеюсь, что у вас всё замечательно. Поэтому, ну, ещё прикольная тема. Вообще кайф. А я, короче, думал, что, ну, вот, сегодня быстренько пройду элитного босса, сниму, выложу. И это что, получается, весь день отдыхать буду. Потому что, как, у меня обычно суббота проходит, отснимаешь обычного босса, потом сразу же элитного сидишь, там монтируешь, ты-ды-ды-ды-ды-ды. Такой разброс дикий происходит. А тут я уже вчера, получается, обычного босса отснял. Элитного босса тоже там быстренько отсниму. И всё, и буду типа большую часть субботы отдыхать. Ну, что-то так не очень-то уж и вышло, потому что я пока сидел, пока там крючился. Я тупил, ну, вот реально тупил. Поэтому, да. Ну, к счастью, кстати, из хороших новостей я прибрался в своей комнате. Я прям нормально так вот пыли протёр, таблетки все убрал у нас. Просто я же болел, получается. У меня на рабочем столе моём были разные таблетки. И, казалось бы, там уже даже упаковки вроде пустые, а не лежали. И вот сейчас я убрал эти все нагромождения. И прям как будто свежий воздух пошёл. Включил себе гирлянду новогоднюю для атмосферы. Также у меня на рабочем столе сверху светильник с тенгеном. Те, кто шарят за клинок рассекающих демонов, те поймут как бы. Поэтому атмосферно. При этом рядом с моим рабочим столом ещё находится телевизор, на котором постоянно включены музыкальные каналы. У меня всегда включены музыкальные каналы на фоне. Просто чтобы, ну, играли, потому что на самом деле я не переношу тишину. Ну, то есть вот опять же таки, если возвращаться к теме грусти, наверное, начал я грустить, потому что я остался сам с собой наедине слишком долго. А мне мысли, ну, у меня голова должна постоянно работать. То есть если я даю ей как-то отдохнуть, как-то продохнуться, то я сразу начинаю вспоминать о какой-то фигне, загоняться. И мне как-то не очень-то и комфортно после этого становится. Не знаю, типа, как вам это слушается. Может быть, вам вообще всё равно. Но я просто им делюсь. И это не то видео, где... Ну, со мной всё ужасно. Нет, я тут просто рассказываю. Всё будет хорошо. Это не то видео, где не всё так радужно. Здесь всё ещё нормально. Здесь такая осенняя печалька. Временная. Причём, ну, реально временная. Я увижу комментарии, всё будет хорошо. Я почилю, поиграю во что-нибудь, что мне нравится. Включу песню, которая мне нравится. А то вот это вот прохождение босса. Вот я говорю, сидишь там заново, заново, заново. Немного выбивает из колеи, конечно. Поэтому вот такие вот дела. Посмотрите. Мы уже на 64-м раунде имеем Абзенополис. Подождите, я его прокачал? Нет, по-моему, я здесь его ещё не прокачал. Чё-то рано говорю. Нет, ещё не имеем Абзенополис. Но при этом мы уже близки к этому на самом деле. И в радиусе него у нас будет ферм 12. Это на самом деле, ну, очень даже много. Хоть, блин, я и смотрел комментарии ваши, где вы писали, что 7 ферм достаточно. Но я не могу, блин, до сих пор не могу вот так вот просто взять и использовать правильные тактики. Не могу. Я вот пытался, кстати, при первых прохождениях попробовать также немного другую тактику. Проходить, ну, как можно раньше через Абзенополис. То есть ставить Абзенополис и одну просто ферму, чтобы получать какие-то минимальное количество монет. Ну, прям вот тоже не получается, знаете. Прям, ну, как будто не моя эта тактика. Вот вообще её не чувствую. Вот наши шашлычные рынки, исследовательские лаборатории. Вот это вот другое дело совсем. Это больше вот ко мне. И тут вот всё, 66-й раунд. У нас уже есть Абзенополис. Мы тут ставим, прокачиваем, всё замечательно. И я вот смотрю, у меня же это видео вроде бы ускорено на 150%. Ну, точнее, там ускорение... Ну, короче, в полтора раза оно быстрее. И что-то вот как-то скорости я не сильно так и вижу. Это что? Это реально я бы так тупил очень долго, если бы мы проходили без ускорения. Поэтому интересно. Интересно, конечно. Вроде бы ещё что-то вот прям хотелось мне рассказать. А вот пока что даже и не знаю. Несмотря на то, что видео уже идёт практически 21 минуту, а мы всего на 66-м раунде... Ааа, это видео не ускорено? Почему? Чего? Отстава? Так. Всё получается, смотрите. С 66-го раунда у нас пойдёт ускорение. А почему оно не ускорилось и не понял? Всё. Всё, теперь идём с ускорением. А это, думаю, оно вроде ставится и быстрее, а вроде бы и медленнее. А оно никак не ставилось. Оно вообще, блин, без ускорения было. Я просто увидел, что... Ну, домотал в программе для монтажа полную вот эту линию хронологии и посмотрел, что там 45 минут. Я такой, не может быть 45 минут. У меня вроде бы исходник столько был. А, блин. Ну ладно, я хотя бы через 20 минут увидел, что я не ускорял. Хотя, я прям помню, как я ускорял. Оно, видимо... Чё-то там, видимо, какой-то косяк случился и не ускорилось. Вот, блин. Надо же так. Ладно, хотя бы звук записывается. Если бы ещё бы звук не записывался, я бы вообще с ума бы сошёл, конечно. Поэтому, да, идём. Надеюсь, что ваши глаза тут будут нормально работать. Потому что ускорение в 150%, ну, в полтора раза. Это всё-таки довольно-таки масштабное всё равно ускорение. А так, просто я помню, когда я до этого озвучивал, я делал ускорение вообще в два раза. Но два раза, мне кажется, для глаз это прям тяжеловато смотреть. С учётом того, что некоторые из вас смотрят, в принципе, мои видео с ускорением в два раза. И тут вот ускоренное видео в два раза. Ещё смотреть в два раза быстрее. Это сумасшествие. Это вот прям, ну, вот вообще невероятное сумасшествие. Поэтому идём. Всё у нас нормально. И, в принципе, чё у нас? Всё по плану, надеюсь. Я до сих пор в шоке, почему видео не ускорилось. Поэтому вот даже вот не знаю. А так, играю в Майнкрафт немного. Ну, очень немного, на самом деле. И надо бы торопиться. У меня сейчас время в 18.04. А в 7 часов вечера, по нашему времени, ой, по нашему, по моему времени, Челябинскому, и в 17.00 по МСК будет ивент, который организовал один из модераторов в нашем дискорд-сервере, Димасик, который вот связан у нас с Майнкрафтом, как раз-таки для тех людей, которые имеют свои проходки на сервер. Надо будет, кстати, в Телеграм-канале тоже об этом написать. И я хочу участвовать в этом ивенте. При этом я постараюсь его заснять. Интересно, что у нас там будет вообще. Я как понял, ивент будет связан со школой. Я там буду лажать как не в себя, наверное. Буду очень тупить, если что. И захотите узнать потом результаты. Можете приходить в мой Телеграм-канал. Ссылка на него в описании под видео. Также, в принципе, в дискорд-сервер. Жду вас там. Буду очень рад встрече. Интернетной нашей. Поэтому мне прям вот интересно, на самом деле, что там вот будет. Был у нас еще до этого ивент в Майнкрафте, который я тоже отснял. И на самом деле надо бы найти силы взять его и смонтировать. Это не так долго. Мне кажется, ну вот час-полтора бы это заняло. Но просто вот так вот дойти до этого, это вот прям какая-то вот проблемная. Еще, ну вот, у нас такая вот сейчас погода дурацкая. Мне она вообще не нравится. Несмотря на то, что на улице довольно-таки тепло. Ну вот сейчас вот показывают 13 градусов. А я... Ну, 13 градусов это на самом деле не так уж тепло. Я просто когда ходил днем за пиццей, я был в кофте, в ветровке. И я пришел домой, ну, вспотевший. Прям жарко, потому что... А дома тепло, но при этом чувствуется как будто такая сырость, влажность. Из-за этого я прям что-то вот пугаюсь. Но как будто, знаете, боязнь плесени. Но ее нету. К счастью, ее нету. И не должно быть, в принципе. Ну просто вот почему-то когда сырость, я все, я сижу и такой... Аааа, я хочу жить. Я хочу жить. И надеюсь, что ну все так и будет хорошо. Все так и должно быть. И просто вот из-за вот этой вот мерзлоты противной, противной, такое вот реально ощущение, просто какая-то вот простуда, которая не покидает тебя вообще никак. То есть вот я, получается, заболел уже больше двух недель назад. И у меня только сейчас начал нос пробиваться, дышать. Я в сцене пару дней хотя бы не капаю. И могу так более-менее спать. И то у меня наполовину все равно чувствуется заложенность носа. Сегодня, блин, опять простуда выскочила. Я вообще, я в шоке. Постоянно такое недомогание. Это, конечно, плохо, ребята. Поэтому все должно быть хорошо. Желаю вам здоровья и себе здоровья я желаю. А теперь, да? Все. Короче, блин, какой-то я негатив устраиваю. Мне аж самому как-то стыдно. Подумал я, ну вот, когда вот прибрался в комнате, я, короче, задернул шторы. У меня типа блэкаут. Блэкаут это такие вот шторы, которые, можно сказать, не пропускают солнечный свет. У меня за все мои годы жизни были прозрачные такие шторы. Но они до сих пор есть. Ну и, короче, и всегда было светло. А у меня как-то так простроен дом немного. Непонятно, что дальше, в стороне дома, ну, есть там балконы. И вот эти вот люди на балконах, если вот выйдут и повернутся в сторону, ну, моих окон, они реально могут увидеть, что я там делаю. От этого так некомфортно. С учетом того, что я до сих пор, ну, в шоке с историей, которую вот услышал что-то года два назад или три, что ли. Мы были в деревне, и там просто моя мама разговаривает с моей тетей. И там просто, ну, я не в курсе был, она говорит, что какие-то соседи, ну, вот, видимо, вот те, которые увидели вот там на балконе, но они, знаете, в метрах, блин, 50 как будто балкон находится, да, метров 50. И они такие говорят, а вы знаете, что ваш сын танцует? Я вообще в шоке был, у меня такое негодование было. Типа, ну, вот, когда вот ты наедине слушаешь музыку, ты дрыгаешься, конечно, в своей комнате, в своей квартире. Это удивительно, да? Если вы можете заниматься какими-то делами, которые вам нравятся. В своей комнате, в своей квартире. Опять же таки, повторяю, и вот это так глупо. Да, танцую еще тебе. Че, завидуешь, что ли? Ну, ну, этот, ну, вот, этот шок. Потому что, как бы, реально твое личное пространство, и вот в него пялятся. Поэтому люди иногда вот думают, что почему ты вот так вот можешь наглеть? Ну, я вот сам не понял, почему вот люди вот так вот могут наглеть. Это вот очень странно. И при этом, мне, знаете, мне не было стыдно. Блин, увидели, как я танцую? Нет? Мне было больше, я больше был зол, потому что вообще какого фига они видели, что я там делал? Зачем они, в принципе, смотрели на мое окно? Я тоже в детстве любил смотреть в окно, но я больше так, ах, телек включен. Интересно, что там за канал? Но я никогда не смотрел на людей, мне вообще было все равно. И если я и смотрел там другие окна, то я из своего дома, из своей квартиры смотрел другие окна. То есть там чуть ли не полкилометра расстояние. Ну, не, не полкилометра, но, наверное, метров 200. Ну, то есть ты там, ну, даже если захочешь, ничего не увидишь. А я и не хотел. Мне просто, ах, вот тут вот телек, тут люди смотрят. Прикольно, типа, жизнь есть. Ну, не так, что чел танцует, я посмотрю, а потом еще скажу его маме. Прикинь, он танцует. Чё? Я бы на месте своей мамы втащил бы этому соседу. Ну, или соседке. Ну, какого? Ну, типа, чё она вообще возомнила? Поехали. Такая. Я вообще не понял, как я пришел к этой теме. Ну, нормально. Проходим 4 класс. Поставил у нас самолет с одного дня. Наши шашлычные исследовательские лаборатории приносят очень много монет. Я вспомнил, о чём я говорил, что у меня шторы blackout, короче. В 20 лет, ну, вот, после того, как я начал наконец-то работать, я понял, что, ну, мне реально нужны вот такие вот шторы тёмные, что в случае чего я бы мог закрывать и от солнечных лучей, потому что иногда днём, особенно, когда ты дома, выходные, ты сидишь, и просто солнце вот прямо вот на тебя светит. Тебе, в принципе, никак не комфортно. Вообще не комфортно. И ещё понимаешь, что там есть соседи, которые любят посмотреть на тебя. Это вот вообще как-то так неприятно. Поэтому теперь у меня есть вот эти вот шторки. Я их, получается, сегодня закрыл, после того, как прибрался в комнате. Включил вот эти вот все гирлянды. Уютно так вот стало. И вот перед тем, как вот я начал записывать озвучку этого видео, я шторы приоткрыл, и у меня вот как раз вот эти вот прозрачные остались. И вот атмосферно. Мне теперь ещё больше нравится, потому что я теперь не в берлоге какой-то тёмной-тёмной, а теперь я понимаю, что я хотя бы живой. Потому что, видишь, за окном, ну, что-то вот происходит. А когда у тебя просто темнота повсюду, это ты что-то вообще не понимаешь. Поэтому всё-таки свет, он очень важен, мне кажется, для жизни. Поэтому советую, если вы будете выбирать квартиры, комнаты там себе для съёма и для покупки, если у вас будет светлая квартира, это будет невероятно здорово. Выбирайте светлую квартиру, пожалуйста. Типа лучше уж купить шторы, зашторить в случае чего. Или же, если вы боитесь, что из-за большого, ну, скопления солнечных лучей вам будет там жарко очень сильно, то, может быть, потратитесь на кондиционер. Например, у меня у самого нет кондиционера, но когда-нибудь я обязательно куплю. Потому что летом невыносимо жарко, на самом деле. И если я её куплю, то, скорее всего, поставим в комнату маму, потому что моя мама жалуется, что ей жарче, чем мне. Что ей очень плохо. И я такой, ну, кайф. Кайф. На мои деньги. Ну, ладно. Поэтому посмотрим. Надеюсь, что эти кондиционеры будут так работать, что какое-то охлаждение и до моей комнаты дойдёт. Поэтому вот. Тем временем у нас 119 раунд. Выставляем тут у нас вознесённую тень. Уже вместо нашей владыки плазмы. И вроде бы всё идёт хорошо. Я не считаю, сколько у нас мы их тут поставили. Ну, штук 30 у нас тут уже имеется. Так что всё в этом плане нормально. Да и с деньгами никаких проблем у нас нету. Потому что, ну, вы видели, сколько сейчас стоят шашлыки? Я не видел. Но, наверное, много. Но мне правда кажется, что много они стоят. Поэтому. Как бы мы по этому видео убедились, что это пипец, как дорого. Очень недешёвое удовольствие. Поэтому прокачиваем наш это. Мстительный истинный бог солнца. Который нам будет помогать бафать. Увеличивать силу наших всех обезьян. И очень даже, на самом деле, значительно он это всё сделает. Ну, чуть позже мы убедимся в этом. И что меня ещё удивляет, что, на самом деле, сейчас на моём канале стало прям хорошо так набирать видео про создание мстительного истинного бога солнца. При этом у меня есть просто видео, где я впервые его создавал. Пытался его сделать. Вот оно и выстрелило. Но при этом у меня есть ещё видео-гайд, как его сделать. Оно не набирает просмотров. И я такой, как это работает? Почему так? Ведь у меня там прям гайд. У меня там прям расписано, рассказано. И видео длится пару минут всего, чтобы все вот эти вот информацию по полочкам расписать. Поэтому, интересно, интересно, как же этот мир у нас работает. Поэтому, всё нормально. Мне такое нравится. Зато жить не скучно, потому что этот мир ты никогда не предугадаешь. Каждый раз что-то идёт по-разному. А я надеюсь, что, на самом деле, для вас это видео было, ну, не скучным и не грустным. Потому что я не хотел, если что, вас как-то расстроить. Потому что, ну, всё хорошо. Ну, реально, всё, ребят, замечательно. Я просто побомбил Блунариуса. И всё здорово. Сейчас вот будем уже начинать его прохождение. И с вот той силой, с которой вот я вот всё поставил, расставил, мы Блунариуса уничтожили за половину прохождения этой карты. То есть, как бы, на самом деле, расстояние-то не такое уж и большое. И, к счастью, всё очень даже хорошо мы справились. Правда, до сих пор вот у меня шок. Ну, я уверен, что первое место в рейтинговой гонке – это читер. Потому что, ну, это ненормально. Откуда? Как? 60? 60 прокатчиков? Да я вот сейчас, пока ставил обезьян, я больше сделал. Ну, не может быть. Ему надо на что-то деньги зарабатывать. Как? Как? Не понимаю. То есть, вот сейчас вот мы, короче, вот пройдём, босс, и там ведь выйдет статистика, ну, вылезет статистика. Статистика? Правильное слово? Знаете, вот когда вот бывает ты говоришь слово какое-то, а потом думаешь, и правильно ли я это слово вообще произношу? А какой смысл этого слова вообще? Типа, блин, слово такое странное. Я его не понимаю. Поэтому статистику посмотрим. Да, вроде реально так и говорится. А тем временем у босса уже остаётся 2 миллиона хп, совсем чуть-чуть. Поздравляю, мы прошли Блунариуса. Блунариус побеждён. Башня размещена 222, а общий урон 61 миллион. Сгенерировано денег 6,5, почти миллионов. Это очень много. 222 прокачки мы сделали за всю игру. Человек же прошёл за 60 прокачек. Это почти в 4 раза меньше, чем у меня. Это как? Это как? Я не понимаю. А на этом я буду заканчивать это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Диктофон. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok